Приветствую вас, и как я понял, вы интересуетесь сексуальным кондиктом репостов женщины. Видите ли, не всегда, далеко не всегда наличие такого рода репостов означает, что женщины в сексе неплохо. Дело в том, что в этом возрасте, в том, который я описал, сексуальная активность женщины довольно сильная. То есть, если у мужчин сексуальная активность в возрасте падает, то женщина, наоборот, она повышается. И в этом контексте можно сказать, что быть может, и скорее всего, сексу у нее с мужем все хорошо, но ей однозначно чего-то не хватает. Как с этой темой ее действительно волнует? Как? Может быть, мужчина не дает ей полного удовлетворения? Может быть, они не соответствуют темпераменту? Может быть, мужчина часто приходит, допустим, домой после работы и оставляет ее не удовлетворенной вообще. Такое бывает. А может быть, из-за детей у него с ней выразилось отторжение. Тут, на самом деле, может быть много вариантов. Но я скажу, что человек, обращающий внимание на секс, повышающий интерес к нему, это всегда определенные желания в нем. И если это желание у человека не исполняется, то, соответственно, он ищет возможности для того, чтобы как-то их компенсировать. И компенсация в данном случае поступает именно в компенсации. Выступают именно эти репосты. Что касается противоречий, которые вы назвали, то противоречия, безусловно, есть. Но они, эти противоречия, по сути, знаете как? Вот говорят. В тихом омоте черти водятся. Что это значит? По сути, это означает, что чем женщина скромнее, чем она тише, тем более бурные эмоции в ней скрываются внутри. То есть самые здесь развязные, фривольные, вульгарные женщины в душе довольно пустые. Они все на внешнюю сторону тратят свою энергию. А эта женщина нет. Она напротив. У нее, судя по всему, многое скрыто. Многое внутри нее бурлит и колокочет. И с этим связана, конечно, ее социальная жизнь. Она для своего мужа, скорее всего, жена. Для своих детей она мат. На работе она коллега. А вот женщины себя она не чувствует. Женщины именно в узком смысле. С точки зрения, как раз таки, желанности, сексуальности и прочее. И поскольку несложно догадаться, что у нее жизнь состоит из дома-работы, дом-работы, то эти репосты просто-напросто показывают, что человек откровенно нуждается в том, чтобы чувствовать себя женщиной. И даже если секс с мужем у нее есть и регулярно, то его жена не хватает для того, чтобы почувствовать себя, ну, той самой желанной женщиной, которая она хочет себя ощутить. И вы здесь пишите, значит, какие-то действия, так, сейчас секунду, стоит ли дальше предпринимать какие-то действия. Ну, вообще-то говоря, что если вы сможете дать человек почувствовать себя желанной, если вы вдохнете в нее ощущения, то она красива, то она привлекательна, то она сексуальна, то она примет именно обожания. Думаю, у вас есть все шансы, ну, как минимум стать ее любовником, как минимум провести с ней время, как он. Но, понимаете, поскольку всегда есть вероятность того, что все не так, как кажется, и мы гадаем здесь о человеке, который, в общем-то, не вы хорошо не знаете, не мы, соответственно, тоже, то всегда есть риск ошибки, но вот бывает так, что все указывает на что-то, а в итоге получается, что совсем иначе все было. Поэтому вам, предпринимая какие-то действия, познакомясь с ней и все, желательно не течить себя надежными, личными, желательно не иметь завышенных ожиданий. То есть, вот, начиная с ней общаться, надейтесь просто для начала, стремитесь просто наладить свои контакты. Просто контакт, просто друже к общению. А там дальше, что пойдет, что и пойдет. Если оно вам нравится, если вы о ней думаете, то вы, по идее, уже будете счастливы с тем, что вы с ней общаетесь. Там еще будет видно. Остальное будет видно в процессе общения, вы сможете понять, так это или нет. И плюс здесь в том, что либо подтвердится, что у нее проблемы в ощущении себя женщины, либо нет. И, по крайней мере, у вас будет результат, и этот результат вам что-то даст, и вы сможете его принять, усвоить опыт и жить дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего.